Всем огромный привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Ну что, мои дорогие, сегодня хочу показать мою коллекцию от парфюмерного дома LALIC. Я данный бренд очень люблю и уважаю, и как можно видеть, на данный момент у меня уже собралось немалое количество ароматов. Что-то нравится больше, что-то чуть меньше, но я считаю, что каждый флакончик, абсолютно каждый аромат имеет место быть в коллекции. Расскажу вам свое мнение и впечатление по поводу каждого аромата. А вам, если такая тема видео интересна и близка, то, конечно же, оставайтесь со мной и всем приятного просмотра. И начать мне хотелось бы с малого, а именно с моих новинок, вот таких миниатюрок. Это именно фирменные миниатюры сайта RANDEVU по 8 мл. Очень удобный формат для того, чтобы познакомиться поближе с ароматом, его хорошо разносить и понять, стоит ли покупать полноразмерный флакон. Что я, собственно, и сделала. Вообще, если вы, конечно, будете делать заказ на сайте RANDEVU, то не забывайте пользоваться скидочным промокодом. Я для вас оставлю свой именной промокодик, здесь его на экране подпишу. Называется он 10верун. Он вам даст скидочку 10% на сайте RANDEVU. Суммируется он абсолютно со всеми скидками и акциями, которые проходят на сайте. И действовать будет при покупке у 2,5 тысяч рублей. Он многоразовый, действует до конца 2023 года. Поэтому не забывайте пользоваться, экономьте ваши средства, оставляйте также отзывы на ваши покупки и получайте за это дополнительные баллы, которые можно применить при заказе. В общем-то, всю полезную информацию и ссылочки на ароматы я для вас оставлю в описании под видео. Поэтому, если вам интересно, проходите, смотрите. По поводу моих новинок. Вот такие миниатюры. Давайте, наверное, мы начнем с аромата LALICSALAIL. В принципе, два этих аромата я неоднократно тестировала в офлайн-магазинах. И мне LALICSALAIL очень нравился всегда. Но что-то меня останавливало от приобретения полноразмерного флакона. И знаете, мои дорогие, после того, как я его разносила на коже, я поняла, что все-таки, если и буду потом покупать полноразмерный флакон, то это будет только формат 30 мл. Почему? Потому что плюс-минус в таком направлении в моей коллекции ароматов очень много. И покупать какой-то большой объем, там даже, скажем, 50 мл, мне абсолютно не нужно. Вообще, аромат, безусловно, интересный. И человек, который, допустим, не знаком с ним, почитает его пирамиду, можно подумать, что это какая-то сладкая гурманика. Потому что в пирамиде есть и карамель, и пролине. Но вы знаете, ни в коем случае он не приторно сладкий. Здесь сладость присутствует, но она умеренная. Для меня на старте слышится очень хорошо свежевыжатый апельсиновый сок, в который добавили теплое миндальное молочко. Буквально через считанные секунды в раскрытии появляется такая карамелизированная груша. Совместно с такими свежими, легкими, нежными нотами жасмина. Плюс это, безусловно, засахаренный миндаль. Лактонные ноты, а именно молочность. Потому что и в пирамиде есть молоко, и я его здесь хорошо слышу. Такие лактонные нотки. И все это на древесной базе. В целом аромат интересный. Ни в коем случае не приторно сладкий. И подводя итоги, в целом для меня это, безусловно, лактонный аромат. Это миндальный аромат. Плюс здесь хорошо слышится карамелизированная груша. Нежный, легкий жасмин. Деревяшки. Некая такая легкая пудровость. И плюс очень хорошо я слышу все-таки свежевыжатый апельсиновый сок. И вот это сочетание апельсинового сока плюс жасмин в этом аромате мне дает какой-то глоток свежего воздуха. И это мне не может не нравиться. Интересный, достойный. Но после того, как закончится вот эта миниатюра, буду думать по поводу приобретения, возможно, формата 30 мл, но не более. А вот следующий аромат, ларик сатин, меня приятно удивил. И по поводу него у меня кардинально поменялось мнение. Потому что на данный момент мне он нравится больше, чем салейл. Хотя изначально было все наоборот. Моя ошибка, видимо, была в том, что я всегда его тестировала с блотера, именно с бумаги. И с блотера для меня он раскрывался такими пряными, почуливыми нотами. То есть такой колко-шершавый был аромат. Безусловно, фужерный. Но мне не нравилось, как он звучит с блотера. Но когда я нанесла его, мои дорогие, на кожу, вот тут я поняла, в чем его прелесть и красота раскрытия. Это великолепнейший фужер в сочетании с мягко-пряными нотами в виде розового перца. Это, безусловно, почули. Это и пудровость, я думаю, что за счет как раз гелиотропа. Это и белые цветы. Это и теплая, такая сладкая ваниль. И плюс у него также теплая согревающая база в виде бобы тонка, в виде теплой амбры и деревяшек. Потрясающее звучание. Потрясающий, на мой взгляд, фужер. Один из самых красивых. Если вы с ним не знакомы, то я вам рекомендую. Вообще, он у меня ассоциируется как аромат под белую рубашку. Мне кажется, с белой рубашкой это просто будет звучать невероятно. В качестве аромата на каждый день. Офисного аромата, там, где предполагается определенный дресс-код. Я его, конечно, не буду носить только с белой рубашкой. Но вот когда я его вдыхаю, мне сразу представляется, что с белой рубашкой он будет звучать по-особенному красиво. Прекрасный, прекрасный аромат сатин. И вот как раз по поводу него я буду думать о том, чтобы приобрести себе как минимум формат 50 мл. Далее мне хотелось бы с вами обсудить ароматы из линейки Аметист. У меня есть три аромата из этой линейки. Но все-таки моим неизменным фаворитом является классический Аметист. Честно говоря, я бы даже его повторила в свою коллекцию, потому что настолько мне он нравится. Вообще, для тех, кто любит темные ягоды в ароматах, мне кажется, это идеальный вариант. Если вы вдруг с ним еще не знакомы, то обязательно протестируйте. Я рекомендую. Для меня это действительно яркое звучание черной смородины, листьев черной смородины. Это и ежевика, это и черника. То есть всевозможные сочные, взрывные, темные ягоды. Что мне нравится, здесь добавили ноту черного перца, который придает такой пикантности. Немножко щекотит носик. Мне кажется, вот это сочетание темных ягод и черного перца просто отлично, как нельзя, кстати, здесь звучит. Цветочные ноты и цветочный блок здесь, безусловно, тоже присутствуют. Но для меня лично это все на подпевке. Лидирует здесь именно темные ягоды с черным перцем. Все это на древесной подложке и немного-немного мускуса. Мускус очень нейтральный. Тот мускус, который меня не раздражает, не напрягает. И вот этот аромат я могу носить только в теплое время года, либо это теплая весна, либо лето. Я знаю, что многие его очень любят зимой. Я как-то пробовала его на себя надеть в зимнее время года. Но, честно говоря, мне не очень он понравился, он как-то теряется. А вот в теплое время года на моей коже он раскрывается всеми своими красками. Проявляется во всем своем великолепии. Я его, честно говоря, как уже сказала, обожаю. В общем, если вы любите темные ягоды, именно выраженные темные ягоды в ароматах, то обязательно познакомьтесь с Аметистом. Следующий аромат из линейки Аметист – это уже версия Экла. Тоже у меня здесь 100-миллилитровый флакон. И вот эта версия мне нравится меньше, чем классический Аметист, но, тем не менее, тоже интересный достаточно аромат. Сейчас я хочу нанести его на блотер, чтобы немножечко освежить воспоминания. В общем, смотрите, мои дорогие, здесь для меня лидирует уже именно цветочный блок. А именно, я очень хорошо в нем слышу пушистый объемный пион и розу. Ягодные ноты тоже присутствуют. Они особенно слышатся на старте. Именно сочетание черной смородины и кислинки малины. Но потом, в раскрытии спустя, я не знаю, там, наверное, 3 минуты, здесь все-таки лидируют цветы. А именно, как уже сказала, очень хорошо я здесь слышу пион и розу. Мускус, ну, как-то знаете, мускус в этом аромате особо на своей коже я не улавливаю. Если он здесь и есть, то он на подпевке. Вообще, аромат в целом для меня является свежим, весенним и легким. И, кстати, тоже хочу сказать, мне кажется, вот этот цвет флакона ему не совсем подходит. Я бы лично сделала ему такой градиент от ярко-фуксиево-розового к нейтрально-фиолетовому. Потому что все-таки здесь хорошо слышится пион, здесь хорошо слышится роза. Но и, безусловно, ягоды тоже есть. Здесь они нарисовали, так я понимаю, это, наверное, пион и ягодки. А вот на этом флаконе, классическом аметист, просто нарисованы ягоды и переплетение, я так понимаю, наверное, веточек. Вот, в общем-то, мне кажется, ему идеально бы пошел как раз-таки вот такой цвет именно фуксиево-розового к фиолетовому. Мне кажется, просто смотрелось бы идеально вот это сочетание и флакона, и самого аромата. В общем, как вы уже поняли, аромат мне нравится, но все-таки, безусловно, фаворитом я считаю классический аметист. Наверное, экла я поставила бы на третье место, а вот эту версию экскиз я бы поставила на второе место. То есть я бы вот так немножечко их поменяла местами. Именно по моей симпатии к этим ароматам, то есть аметист у меня на первом месте, версия экскиз на втором и версия экла на третьем. Хотя, если вот так смотреть утро, день и ночь, то отлично по звучанию они именно вот в таком для меня порядке, потому что классический аметист как будто бы такой утренний аромат. Версия экла дневная, а версия экскиз уже для меня такой вечерний аромат, потому что, честно говоря, он самый-самый плотный, он самый сладкий аромат из всех, в общем-то, ароматов из этой линейки аметист. Хочу тоже его нанести на блонтер, хотя, в принципе, недавно я его тестировала, и вообще я его собираюсь носить осенью и зимой. Мне кажется, в зимнее время года он будет тоже прекрасно, великолепно раскрываться, потому что, как я уже сказала, аромат для меня плотный. Здесь уже для меня интереснейшее сочетание пушистого гелиотропа с яркими ягодами, плюс ваниль и выраженный плотный мускус. Мускус в пирамиде, в принципе, не заявлен, но я на себе его очень хорошо слышу, он действительно очень хорошо ощутим, да и, в принципе, многие на программе говорят о том, что в версии экскиз очень хорошо слышат выраженный мускус. В нем есть и небольшая пудровость, мне кажется, это как раз-таки за счет ноты гелиотропа. И в этом случае аромат уже, как я сказала, для меня более плотный по звучанию, чем предыдущий. Я его даже действительно буду спокойно зимой носить, потому что, мне кажется, великолепно он будет раскрываться. И могу сказать, если в классическом аметист я слышу именно лидирующие ноты ягод, а цветы уже на подпевке, в версии экла для меня именно лидируют цветы, то ягоды на подпевке, а вот в версии экскиз 50 на 50, то есть 50% именно пушистого такого пудрового гелиотропа и 50% ярких ягод. И все это в обравлении ванили и мускуса. Аромат интереснейший, аромат прекрасный, он завораживающий, вечерний. И, как я уже сказала, он для меня лично в моей такой категории из этой линейки на втором месте стоит. Версия экла, она раскрывается для меня попроще вот из всех этих двух ароматов, но, тем не менее, тоже очень интересный аромат на тему пионы и розы в обравлении именно ягод. В общем, получается вот такое у меня отношение, восприятие к этим ароматам. Прекрасная линейка, если вы с ними не знакомы, то я рекомендую абсолютно каждый аромат из этой линейки, они действительно очень достойные. Да и вообще, в принципе, в целом бренд Лолик я могу рекомендовать, потому что это невероятнейшее звучание ароматов за свои деньги. Конечно, сейчас, несмотря на то, что цены выросли, но все равно они сохраняют более-менее какие-то адекватные позиции по цене. Далее мы с вами поговорим про такие прекрасные кубики в моей коллекции. Начнем мы, наверное, конечно же, с классического Лолик Ле Парфам. Неоднозначный аромат. Кому-то нравится, кому-то нет. Многие его не понимают. Его называют низшей в люксе, и я с этим, пожалуй, соглашусь, потому что звучание аромата действительно очень-очень интересное и необычное. Не тревиальное такое звучание. Сейчас тоже хочу немножечко обновить воспоминания. Здесь заявлено интереснейшая нота в виде лаврового листа, но для меня это не тот для нас привычный лавровый лист, как приправа, которую мы добавляем в наше блюдо, а именно для меня здесь лавровый лист зеленый, свежий. То есть я могу сказать, это даже, наверное, зеленое лавровое дерево. Плюс, конечно же, выраженная пряность за счет розового перца. Это, безусловно, ваниль и бобы тонка. И все это на древесной подложке. Отличный вариант на осеннее время года. Вот он целиком и полностью у меня ассоциируется именно с осенью, либо с ранней весной. То есть это такой интереснейший фужерный, пряный, ванильный, древесный аромат. Если вы с ним не знакомы, то обязательно протестируйте. Как я уже сказала, его многие называют низшей в люксе, потому что цена и качество, я считаю, что на высшем уровне. Я у многих видела, что этот аромат настолько потемнел, он настоялся, потому что здесь, безусловно, ваниль есть. И она как раз-таки дает вот эту концентрацию того, что аромат темнеет. Не стоит пугаться и расстраиваться. Аромат ни в коем случае не портится. Он просто настаивается и приобретает новые силы. В общем, интересный. Но вот заметила, что я им очень-очень редко пользуюсь, девочки. Не знаю, как-то рука к нему не тянется, потому что я не могу сказать, что он для меня является любимым. Но, тем не менее, да, я согласна, что это очень-очень интересно и необычно. А вот следующий аромат я могу назвать одним из самых нежных и женственных бело-цветочных ароматов моей коллекции. Это, в общем-то, ламур. Тоже сейчас его нанесу на блотер. Но хотя я прекрасно помню, как он звучит, потому что я буквально его недавно носила. По-моему, в начале лета он у меня был в использовании. В общем, мои дорогие, это один из самых нежных, женственных, бело-цветочных ароматов моей коллекции. На старте я очень хорошо слышу такой взрывной нос, присущий терпкой горчинки бергамот. Естественно, это всевозможные белые цветы, и все это на древесной базе. В аромате есть и некий намек на пудровость. Он очень тонкий, деликатный и свежий, потому что я его не могу назвать каким-то плотным, что здесь насыщенные, хищные, белые, плотные цветы. Нет, ни в коем случае он именно нежный и женственный. Он отлично, мне кажется, подчеркнет женственную натуру каждой девушки и женщины, и абсолютно он вне возраста. Плюс ко всему он оказался еще очень-очень комплиментарным. Действительно, многие меня спрашивали, что у меня за аромат, и впоследствии приобретали себе. Что еще для счастья нам, девушкам, нужно, когда такой приятный, бело-цветочный, нежный аромат, да и плюс еще ко всему и комплиментарный. В общем, я очень люблю ламур, и вам тоже от души его рекомендую протестировать, если вы любите именно бело-цветочный аромат. И еще один интереснейший аромат моей коллекции, такой кубик, это инкронуар. Заявлен он исключительно как мужской аромат, но я с этим не согласна, я уже об этом много раз говорила, о том, что это стопроцентный унисекс. И вообще, если вы девушка, вы любите именно ароматы на тему ветивера, на тему деревяшек, то присмотритесь, потому что он ни в коем случае не звучит как чисто такой мужской аромат. В общем, это фужер. Это фужер, это выраженные древесные ноты, это для меня подгорелые деревяшки, это как будто бы дымность растопленной бани, это мокрая землистая нота. И он, конечно, 100% для любителей ветивера в парфюмерии. Мы пользуемся им совместно с супругом, ему тоже нравится. Я его как-то летом пробовала наносить, как раз снимала подборку ароматов за месяц. И летом мне не нравится, как он раскрывается, поэтому для меня он все-таки, наверное, больше, как, наверное, такой осенний аромат. В общем, нравится, пользуюсь и люблю. Поэтому, если любите ветивер, если любите мокрые такие землистые ноты, подкопченные, подгорелые деревяшки, то присмотритесь к этому аромату, потому что звучание очень интересное. Вообще, интересный в целом фужер. И, мои дорогие, остается заключительный аромат на сегодня. Это, в принципе, заключительный аромат моей коллекции «Лоник». Это «Riff d'Infini». Формат тестера 100 миллилитров. Единственный момент, флакончик испортили, приклеили сюда наклейку. Ее снять сложно, но можно воспользоваться лайфхаком, подуть горячим воздухом из фена, например. Но я не хочу, конечно, нагревать аромат, поэтому пока что так. По поводу этого аромата. Сейчас тоже хочу его обновить, потому что я уже давно его, на самом деле, не носила. Вообще, на самом деле, я могу его использовать вне сезона, за исключением зимнего времени года. И, опять же, я про него могу сказать, что для меня это аромат ухоженной женщины. Аромат, который хорошо будет сочетаться, как по мне, с белой рубашкой. Аромат некой чистоты. И я так его слышу и воспринимаю, как будто бы действительно такая в нем есть чистота и опрятность. Как будто человек только что вышел из душа, нанес на себя легкий цветочный аромат облачком, надел белую рубашку и побежал на работу в офис. Вообще, конечно, это цветочная композиция, но при этом при всем здесь выраженная такая водянисто-кисленькая нота. Кислинка здесь очень хорошо слышится. Поначалу я ее не улавливала, но аромат настоялся, и теперь эта кислинка в нем очень хорошо прослеживается. Я думаю, что вот эта водянистость и кислинка мне как раз-таки идет за счет ноты лича. В аромате я также слышу такую некую холодную свежую пудровость и немного мускуса в базе. Вообще, в целом, получилось, опять же, для меня лично интересная композиция, но при этом при всем он понятный. Он достаточно понятный. Не могу, конечно, назвать его супер каким-то простым ароматом, но при этом при всем он понятный, повседневный, и я думаю, что, опять же, многим понравится. Но, смотрите, если вы не любите кислинку в ароматах, то с ним нужно быть поаккуратнее, не заказывать сразу полноразмерный флакон, а для начала познакомиться с пробником, с отливантом. Но, в общем-то, кислинка здесь, как я уже сказала, для меня лично хорошо слышится. Очень его люблю и пользуюсь с удовольствием. Ну что, мои дорогие, на этом все. Вот такая у меня коллекция ароматов от бренда Лолик. Пишите, пожалуйста, как вы относитесь к парфюмерному дому Лолик, что есть в вашей коллекции, что вам нравится, что не нравится. Мне всегда тоже очень интересно читать и как-то с вами взаимодействовать. Ну а вам спасибо, что были со мной. Еще раз повторюсь, что обязательно все ссылочки вы сможете найти в описании под видео. И всем пока-пока, до новых встреч!